Содействие межкультурному и межэтническому взаимопониманию, диалог между представителями молодежи разных регионов. Эти и другие темы обсудили на форуме в Донбайе. Данное мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики России в Карачаево-Черкесии. Сегодня состоялось закрытие форума. Как проходило открытие и какие актуальные вопросы были обсуждены, расскажет Алла Качиева. Сегодня Донбай стал местом, где рождаются новые идеи и обмениваются опытом. В течение трех дней в курортном поселке будет проходить форум «Межкультурное согласие», который соберет на одной площадке 70 представителей молодежи СКФО. И вот они, молодые, задорные, амбициозные, из разных регионов и сфер деятельности, с интересными идеями и креативным мышлением. Их объединяет желание обменяться опытом, приобрести новые знания, наладить связь путем межкультурного согласия и диалога. Разные республики, у нас разная культура. И, наверное, этим мы уникальны и прекрасны. И поэтому, если мы будем общаться на протяжении этих трех дней, я думаю, мы излечем огромную пользу для себя. Берс Хамхоев из Ингушетии – волонтер. Он уверен, что данный форум ему поможет улучшить коммуникационные качества и сотрудничество в многообразном обществе. Этот форум, естественно, мне в этом пригодится, так как волонтерство не останавливается на одной Ингушетии. Это распространяется по всей России. И если я буду ездить по всей России как волонтер, мне необходимы будут те навыки, которые я могу приобрести на этом форуме, как на межкультурном согласии. Окружной форум «Межкультурное согласие» организован Министерством по делам молодежи республики и проводится при поддержке главы Карачева-Черкесии Рашида Темрезова. Основной целью данного мероприятия является обсуждение тех вопросов, которые для молодежи Северказского федерального округа относятся к категории актуальных с точки зрения межкультурного и межнационального согласия. Не случайно данное окружное мероприятие проходит на территории Карачева-Черкесской республики. По причине того, что наш регион, являясь многонациональным, является показателем того, как большое количество представителей разных народов могут жить в мире согласии, внося свой значительный вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие как Карачева-Черкесской республики, так и Российской Федерации. Участники форума активно принимали участие в упражнениях и играх, панельных дискуссиях. Свои интересующие вопросы они задавали экспертам в области межкультурной и межэтнической коммуникации, представителям власти, духовенства, общественным и культурным деятелям. Собравшихся поприветствовал депутат Народного собрания Карачева-Черкесии, известный спортсмен Наурус Темрезов. Вы – будущее нашей страны. И от того, как вы сегодня консолидируетесь, от того, как вы сегодня будете сплоченно, вместе, достойно работать, общаться, от этого зависит и целость нашей страны, и развитие в целом. В течение трёх дней молодёжь участвовала и в семинарах и сессиях, в которых обсуждались такие актуальные вопросы, как межкультурные переговоры, разрешение конфликтов, инновационные инструменты и платформы для развития диалога, продвижение инклюзивных политик и практик и другие. Также в рамках форума состоялась ярмарка культурного обмена. Представители молодёжи продемонстрировали свою культуру, традиции и этническое разнообразие через музыку, танцы, искусство и национальную кухню. Участвовали молодые люди в совместной сессии для разработки комплексного плана действий по реализации предложенных идей. Я в первый раз в Карачаево-Черкесии, запомнились горы. Правда, в Дагестане тоже много гор, но вот этот вид, пока мы ехали сюда два часа, я просто всё это время смотрела в окно и не могла налюбоваться. Всё-таки горы, они никогда не надоедают, и каждый раз, когда ты их видишь, как будто всё заново, всё по-новому. И на самом деле очень красивая республика. Получив определённый багаж знаний, вдохновений и заряд бодрости от потрясающих живописных пейзажей чистого горного воздуха Дамбая, участники обменялись не только опытом, но и телефонными номерами, в надежде на то, что эти встречи станут традиционными. Алла Качиева, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Дамбай.